Большую часть населения Артёмовского городского округа, как и любой другой территории Уральского федерального округа, составляют люди, чья трудовая деятельность на протяжении долгих лет связана со многими предприятиями нашего района, на которых в последние годы проводится активная работа по повышению престижа рабочих профессий. Так на наших заводах возрождаются институты наставничества, поддерживаются трудовые династии. Звание человека труда для артёмовцев вновь приобретает тот смысл, которым оно было наделено ещё при Советском Союзе. И надо сказать, сегодня всё чаще проводятся мероприятия, чествующие людей рабочих специальностей, не только на территории Артёмовского городского округа. Так на ледовой арене «Трактор» в Челябинске состоялась торжественная церемония награждения призёров конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда», прошедшего в регионах Уральского федерального округа. Поздравляя победителей конкурса, губернатор Евгений Куйвышев отметил, что данный проект начинался как инициатива Свердловской области. Для меня особенно приятно, что движение «Славим человека труда» зародилось в Свердловской области. И благодаря усилиям полномочного представителя президента и решениям главы государства этот конкурс стал общероссийским. Для Свердловской области, где сосредоточено 40% всей промышленности нашей страны, безусловно, развитие компетенции людей, кто своим трудом зарабатывает и куёт благосостояние и благополучие нашей страны – особая важность. Я благодарю организаторов, благодарю участников и, конечно же, поздравляю победителей. Для меня сегодня большая честь здесь присутствовать. От всей души крепкого вам всем здоровья. И всегда помните, никакие технологии, никакие новые оборудования или новейшие станки не заменят человеческого труда. Евгений Куйвашев выразил уверенность в том, что престиж рабочих профессий в обществе год от года будет только расти. С этой целью на Среднем Урале укрепляются трудовые традиции, возрождаются институты наставничества на предприятиях, поддерживаются трудовые династии. Власти региона и руководители предприятий поощряют лучших рабочих. Евгений Куйвашев пожелал победителям и участникам конкурса не останавливаться на достигнутом, совершенствовать профессиональное мастерство, стремиться к новым вершинам. Полномочный представитель президенту Российской Федерации в Уральском федеральном округе Игорь Халманских отметил, что участники и победители конкурса профмастерства «Славим человека труда» – это люди, занятые в жизненно важных для экономики округа отраслях производства. Они достойно представляли более чем 840 предприятий и организаций, работающих на территории Уральского федерального округа. В окружных финалах приняло участие 183 конкурсанта, из них 51 стал победителем. Этот проект поддержал глава государства Владимир Владимирович Путин. И я уверен, что именно с помощью уральских мастеров мы оправдаем доверие президента и создадим миллионы новых высокотехнологичных рабочих мест. Участников мероприятия также приветствовали главы всех уральских регионов и герой труда Российской Федерации Константин Чуманов. Со сцены прозвучало огромное количество поздравлений и обращений к победителям. От министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова, главы Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова, председателя РСПП Александра Шохина и многих других. Стоит отметить, что в конкурсе профессионального мастерства отличные результаты были показаны свердловчанами. Напомним, в окружном этапе конкурса выбирались лучшие специалисты 10 профессий. Огнеупорщик, сварщик, обвальщик мяса, оператор подобычи нефти и газа, кабельщик-электромонтер по монтажу и ремонту кабельных линий, дорожный рабочий, вальщик леса с моторными пилами, каменщик, водитель автобуса и большегрузного автомобиля.